Пройдемте в центр. Центр был организован криворожанами для переселенцев, людей, которые приезжают для временного пребывания или более длительного. Значит, все это было сделано силами наших криворожан, наших горожан, волонтеров так называемых, как их сейчас называют. И мы сейчас посмотрим, что мы там оборудовали. Наш город – это сумасшедшие люди, которые, независимо от того, чем они занимались до войны, они грузили мешки, делали эту оборону города. Это наши криворожане, они лучшие. Они просто молодцы. Моя семейная трагедия, как многих семей, то, что нас эта война разделила на очень большое расстояние. Дочери очень просили меня, уговаривали, чтобы я поехала с ними. Но я сказала, что здесь тоже должен кто-то остаться, и кто-то должен работать на приближении нашей единой цели – это победа, и для того, чтобы им было куда после войны вернуться. Поэтому однозначно я не рассматривала вариант уехать отсюда. Я привыкла помогать людям, тем, кто оказывается в беде, и я понимала, что в данной ситуации должны работать все. Люди сюда везли и продукты питания, и мебель, и одежду, и посуду. Все это выдается. То есть, когда мы уже обустроили сам центр, мы его обустраивали где-то на все про все, у нас ушло 8 дней. Работали с утра до ночи. Большая команда людей, строителей, просто жителей этого района, с других районов. Также мы стали подключать сюда к работе уже переселенцев, которые живут там, допустим, уже наши знакомые. Они здесь помогали очень сильно. И вот общими усилиями был оборудован этот центр. И уже где-то на 9-10 день, ну, то есть это где-то были последние числа апреля, уже здесь ночевало одну ночь 120 человек. Мы все работаем на одну единую цель, только на победу, и я в этом уверена. КОНЕЦ